Библейский портал экзегет.ру представляет Если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои, так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце твое к размышлению, если будешь призывать знания и взывать к разуму, если будешь искать его как серебра и отыскивать его как сокровище, то уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге. Ибо Господь дает мудрость из уст его знания и разум, он сохранит для праведных спасения, он щит для ходящих непорочно. Мы помним с вами, что в первой главе, в седьмом стихе, премудрый Соломон говорил так, и написано так, начало мудрости страх Господень, здесь же во второй главе он старается разъяснить, где черпается мудрость. Так и пишет, если будешь призывать знания и взывать к разуму, если будешь искать его как серебра и отыскивать, то уразумеешь страх Господень и найдешь, вот указывает где, найдешь познание о Боге. Здесь, когда читаешь эти строки, то невольно вспоминается такая сказка из нашего детства, как о братце Иванушке и сестрице Аленушке. Я ее часто вспоминаю, но она очень поучительная. Как говорят, есть такая русская пословица, сказка ложь, да в ней намек, да в сказке имеется в виду ложь, что в ней не все события, они есть быль, но сказка ложь, но в ней намек добрым молодцам урок. Поэтому действительно, когда старшая сестра, как некая премудрость младшему брату, говорила о том, что не пей из копытца, козленочком станешь, то есть это такое предупреждение нам с вами, что не из всякого источника можно почерпнуть истинное знание, которое даст человеку мудрость. И мы с вами прочитали семь стихов, где действительно это выражается и указывается премудрым Соломоном, где человеку необходимо искать знание, которое приводит очень важный седьмой стих «сохраняет для праведных спасение». Что значит «сохраняет спасение»? В Священном Писании Нового Завета мы встречали такие слова. «Совершайте спасение ваше со страхом и трепетом совершайте спасение ваше». Дело спасения. Многие заблуждаются и говорят, что вот Христос умер там, и Он нас теперь спас. И теперь нам ничего не надо делать, мы уже спасены. Так рассуждают многие протестанты и их последователи. Но в Священном Писании есть и другие слова. «Со страхом и трепетом совершайте дело своего спасения». То есть спасение, то, которое Христос дал человечеству на Христе, на Голговском кресте, не значит, что уже все свершилось, и человеку теперь не о чем заботиться. «Был уничтожен действительно тот грех, Адамов грех, но, тем не менее, сохраняется удобная преклонность к греху». Поэтому в притчах Соломон как бы здесь пророчески уже говорит о том, что человеку необходимо сохранять свое спасение во Христе. То, что будет ярко выражено потом уже в Новом Завете не только словами, но и самим делом, самим делом всей Святой Троицы. Бог посылает Сына, Сын приходит, берет грех мира на себя, умертвляет его на кресте, грех мира, и возводит преображенное человеческое естество, совершает дело нашего спасения во Святой Святых, Одесну и Отца. Поэтому здесь в притче Соломона премудрый Соломон так и пишет, так и пишет. «Он сохраняет для праведных спасение. Он щит для ходящих непорочно». Снова вспоминаются слова Иустина Мученика, святого. Он как говорит так. «Если я и Бог — это уже большинство, и причем подавляющее». Удивительные слова. «Я и Бог — большинство, причем подавляющее». Действительно, он щит для ходящих непорочно. Далее. Восьмой стих. «Он охраняет пути правды и оберегает стезю святых своих». «Тогда ты уразумеешь правду и правосудие, и прямоту, и всякую добрую стезю». То есть, кто черпает из источника неповрежденного, из Священного Писания, тот начинает понимать, как говорит здесь премудрый Соломон. Он начинает понимать. То есть, ты уразумеешь правду. И тогда в своей жизни, в нашей с вами жизни, может быть, действительно будет исполнение этой заповеди, которая выражена самим Господом и Спасителем Иисусом Христом. Так заповеди блаженства звучат, когда сказано «Взошел Господь на гору, и отвергший уста свои, начал учить их, говоря». И одна из заповедей так и звучит «Блаженны, алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся». Тогда ты и разумеешь, говорит Соломон, правду, и правосудие, и прямоту, и всякую добрую стезю. Правда, истинная правда, она содержится только в Боге. И оттуда благодатью человек черпает и насыщается этой правдой. А всякий человек, как сказано в Священном Писании, ложь. Проклят всяк, сказано надеясь на человека. Многие скажут, ну почему так, если люди верные? Да, есть. Но вернее Бога нет никого. Сказано, если даже родная мать оставит тебя, я тебя не оставлю никогда. Человек иногда не хочет подвести, если что-то пообещал, и не хочет подвести другого человека. Он может застрять в лифте. И сделать это обещание сделается лжецом потенциально, скажем так, не от него зависящих обстоятельств. Может застрять в пробке, может заболеть, подвернуть ногу. Но Бог никогда, а может и просто обмануть. Бог никогда не обманывает. Поэтому истинная правда только в нем. Он охраняет пути правды. Тогда ты разумеешь правду и правосудие. Десятый стих. «Когда мудрость войдет в сердце твое, и знание будет приятно душе твоей, тогда рассудительность будет оберегать тебя, разум будет охранять тебя». Рассудительность и разум. Вот где черпается вся мудрость. Что значит рассудительность? Рассудительность — это то, как поступить нам в той или иной жизненной ситуации. Откуда сегодня люди черпают эти знания, как нам поступить в той или иной жизненной ситуации? Чаще всего из бульварных романов. Хуже, если из, не знаю, можно ли тут сравнивать, хуже или лучше, из каких-нибудь мыльных опер и сериалов. Человек сотворен Богом по образу и подобию. Образ — это бессмертная душа. Подобие — это Богом, вложенное в человека стремление, подражание ему. Это некая данность, которая есть в каждом человеке, в человеческой природе, подражать Богу. Но человек, не верующий Богу и не верующий в Него, этот вектор начинает направлять свои веры, то есть этой данности, он не может по-другому. Ибо душа в природе христианка. Этот вектор может направить либо в заблуждение, либо в другую сферу, ища там мнимое наслаждение и мнимое благополучие. Поэтому рассудительность, тогда, когда она черпается из строк священного Писания и святоотеческого наследия, тогда она будет человеку в помощь и не приведет его в погибели. Так и пишет Премудрый Сламон. Тогда рассудительность будет оберегать тебя, будет приятна душе твоей. «Дабы спасти тебя от пути злого, от человека, говорящего ложь, от тех, которые составляют стези прямые, чтобы ходить путями тьмы». Что это значит? «Составляют пути прямыми, чтобы ходить путями тьмы». Немного я уже об этом выше сказал. То есть выдавать истину за ложь. Подавать истинное благополучие, которое только в Боге и с Богом, за ложную мишуру и мыльные пузыри века сего. Далее. «От тех, которые радуются, делая зло, восхищаются злым развратом». Сегодня это у нас сплошь и рядом. Такое есть, даже это выражается просто одним словом, как злорадство. Человек, которого обидели, он желает обидчику злого. Вместо той заповеди, которая говорит «прощайте врагам вашим», «благословляйте ненавидящих вас», это та же заповедь на горной проповеди, заповеди блаженства. «От тех, которые радуются, делая зло, восхищаются злым развратом, которых пути кривы и которые блуждают на стезях своих, дабы спасти тебя от жены другого, от чужой, которая умягчает речи свои, которая оставила руководителя юности своей и забыла заветов Бога своего». Здесь премудрый сломан предупреждает о грехе, который выражен Моисеем, предупреждение о нем, которое выражено Моисеем в десяти заповедях. Это седьмая заповедь, не прелюбодействуя. Так и говорит, который оставил руководителя юности своей и забыла завет Бога своего. То есть, говорится о женщине-прелюбодейной. «Дом ее ведет к смерти, и стези ее к мертвецам. Никто из вошедших к ней не возвращается и не вступает на путь жизни. Посему ходи путем добрым и держи стезей праведников, потому что праведные будут жить на земле, и непорочные прибудут на ней, а беззаконные будут истреблены с земли, и вероломные искоренены из нее». Обратимся к отцам церкви, что они пишут по этому поводу то, что двадцать, да, если посмотреть на некоторые стихи, я тут специально приготовил наши встречи, да, вот, например, у Блаженного Августина. У Блаженного Августина есть такие слова. Он пишет, вот, извините, вот, Иоанн Кассиан, да, преподобный Иоанн Кассиан, вот что пишет, на стих, двадцатая, вторая глава, двадцать здесь стих. «Посему он говорит, ходи путем добрых и держи стезей праведников». Пишет так, цитата. Это без сомнений относится к нам, которые правые и легкие стези Господни неровными и жесткими камнями пожеланий делаем негладкими. И царский путь, упроченный апостольскими и пророческими камнями, проложенный стопами всех святых и самого Господа, безумно оставляем. Ходим по распутью и местам, покрытым колючим кустарником, и ослепленные прелестями настоящих утех, ползем по мрачным и поросшим волчицам пороков тропам. «Изгнав, изодрав, пишет, голени, разодрав брачную одежду, пронзаемые не только острыми иглами терния, но и уязвляемые жалами ядовитых змей и скорпионов, скрывающихся там». Конец цитаты. Такая удивительная цитата, она настолько емкая, что мне хотелось бы некоторые тут фразы прочитать еще раз. Вот как он начинает. «Посему ходи путем добрых». Так пишет цитата. «Это без сомнения относится к нам, которые правые и легкие стези Господни неровными и жесткими камнями пожеланий делаем негладкими». То есть, своими пожеланиями, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, гладкие стези Господни, которые Господь приготовил нам. Как он говорит, «Возьмите бремя мое, ибо оно благо, и иго мое, ибо оно легко». Но мы начинаем искать свои пути. И вот преподобный Анкасиан говорит, что это без сомнения относится к нам, которые правые и легкие стези Господни неровными и жесткими камнями пожеланий делаем негладкими. И царский путь, упроченный апостольскими и пророческими камнями, то есть царский путь в Царстве Христово, который есть уже упрочен, то есть укреплен апостольскими святыми, то есть протоптанной тропой. Вот предлагается протоптанная тропа апостолами, пророками. И как дальше он продолжается с самим Господом Иисусом Христом, мы отвергаем. И тогда что происходит с нами? Так и говорит. Идем путями распутными, местами покрытыми колючим кустарником и ослепленные прелестями настоящих утех, ползем по мрачным и поросшим волчицами пороков тропами. Изгнав, изодрав, говорит, голени, разодрав брачную одежду, то есть одежду крещения, изменив своим обетом, пронзаемые не только острыми иглами терния, но и уязвляемые жалами ядовитых змей и скорпионах, скрывающихся там. Конец цитаты. Так, пишет преподобный Анкасиан, так он растолковывает эти слова премудрого Соломона. «Посему ходи путями добрых и держись стезей праведников, потому что праведные будут жить на земле, а непорочные не прибудут на ней, а беззаконные будут истреблены земли и вероломные искоренны из нее». Еще раз. «Потому что праведные будут жить на земле, и непорочные прибудут на ней, а беззаконные будут истреблены земли и вероломные искоренны из нее». Да не будет с нами этого, то, на чем заканчивается этот стих, вероломные будут искоренны из нее, да будет с нами то, что непорочные будут жить на земле и прибудут на ней. Продолжение следует...